здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на нашем канале посвященном виноградарству и винодели зовут меня светлана пока урожай текущего года еще дозревает на кустах мы с вами оценим результаты прошлого года сегодня мы будем пробовать тигристое вино 15 из двух сортов реформа и зигирепа просто так получилось в прошлом сезоне что количество было небольшое плюс-минус вместе они созрели поэтому собственно говоря мы их вместе и поставили для тех кто не знает что такое пятна это игристое вино в котором газация происходит за счет своих собственных сахаров то есть грубо говоря недобро мы заливаем в бутылку и уже там сусло завершает свое брожение и дает нам те самые волшебные пузырьки розлито это в бутылке было 5 октября вот как раз когда готовилась к съемкам снимала бумажку я всегда подписываю такие важные вещи что где и примерно какие-то опорные точки дальше смотрите цвет золотистый дело в том что мы со всеми сортами светлыми темными работаем по красному способу с брожением на мизге потому что так проще так легче так несколько больше выход сусло мы не используем никаких ферментов никаких других химических агентов поэтому для себя выбрали вот работу даже с белыми сортами с мускатами это все равно мы их делаем по красному способу единственное брожение происходит при более низких температурах и еще в предыдущие годы я баловалась такой операции как до горжа что есть удаление осадка из бутылки ну вот прошлый сезон мы решили ничего этого не делать мы решили оставить наши вина вообще такие такими какие они есть да перед розливом в бутылке была оклейка была оклейка бентонином после этого то есть ничего не делали поэтому да да в бутылке будет осадок и это абсолютно нормально то есть мы на это пошли сознательно ну что ж открываем как видите газация такая не очень большая тем не менее пузырек мелкий и вот он все время поднимается и поднимается и поднимается с 1 бокал впрочем в пятнатых и не должна быть очень большая газация приступаем к пробе цвет такой тоже приятно золотистый и принципе я вам показывала вблизи прозрачность идеально понятно что с 1 бутылки до осадок там будет но повторю еще раз мы шли на это сознательно можно было сделать на гараж и тогда у нас вообще был бы кристально золотой напиток опять же касательно цвета поскольку все таки это не белая технология да мы держали на мозге тоже прекрасный цвет никакого окисления ничего нет ну что ж пробуем запах это фрукты это груша и такие яркие леденцы стекляшки но это характерно кстати для мускатов когда они вине именно такими идут леденцами причем смотрите это урожай прошлого года сейчас у нас сентябрь говорят о том что мускатные ароматы долго не живут ну вот посмотрим да пока в запахе я чувствую во вкусе тоже есть небольшой такой леденец во вкусе дюшес яркий такой вот напиток детства тоже он чувствуется либо такая очень спелая желтая груша не переспела а такая очень спела когда я откусываю что прям вот сок брыжет она такая сладкая вот это мы чувствуем в этом пятна тем в этом вине опять же вот пузырек может быть уже не особо виден в бокале но он очень хорошо чувствуется во рту он такой очень мягкий очень нежный очень тонкий и не способствует раскрыть вот этой самой ароматике очень долго после вкусе я сейчас выключала камеру кому-то может казаться даже то я как-то не внятно где-то говорю отвлекаюсь и прочее до выпила наверное на самом деле я снимаю днем сегодня выходной день осень люди копают картошку тут там трактор там трактор просто микрофон практически не ловит эти звуки но я все равно на них отвлекаюсь и трактор проезжал по улице специального включала камеру потому что мне тяжело говорить и мне кажется что микрофон это будет слышно хотя я уже опробовала технику знаю что этого слышно не будет тем не менее вот поэтому отвлекаюсь так вот я все к чему что пока я понималась выключала камеру ждала пока проедет трактор а послевкусие и вот это леденцова оно все еще остается ну так очень интересно очень долго держится и такой очень приятно повторю еще раз это груша и тем стеклянные леденцы яркие очень яркие при этом напиток без добавления сахара сахар там выбрать за полностью если ну на таком простом понятном языке то это вроде должен быть как блюд даже ультра блюд но я вам скажу что чего не хватает этому напитку это кислоты вот немножечко ее можно было бы больше тогда он вообще был сногсшибательный а так ну для тех кто любит сладенькое да это просто идеальный напиток для тех кто уже привык к немножко другим напиткам к другим вкусом чуть-чуть вот кислиночка легенькой и было бы просто идеально я очень довольна результатом последняя бутылка их в принципе было наверное всего шесть или семь и я боялась что все таки год да все таки год были и урожай прошлое был не самый лучший плюс мускат да который не должен храниться все хранится и вкус остается и аромат остается и все остается пятна ты вполне могут жить пятна ты с мускатом вполне могу жить как минимум год вполне при этом мы первый раз открывали его на новый год и на новый год он тоже шикарен он тоже хорош во вкусе он тоже прекрасен и это напиток который действительно можно наслаждаться буквально вчера мы покупали португальское игристое но я вам честно скажу что рядом их нельзя оставить это совершенно разные напитки и не похвала себе я все время ищу скажем так магазин на вино игре стоим тихо не важно которому мне бы хотелось прийти которую бы я попробовал и сказал класс я хочу делать вот такое вино но пока не нахожу и он получается реально классно сейчас мимо проходил муж и я ему говорю попробуй первый вопрос после глотка у него был а много у нас такого к сожалению последняя бутылка и знаете еще что я хочу сказать вот по времени да я буду что буду год прошел на все хорошо вообще последние несколько лет вот создается ощущение что чем дольше чем лучше вот чем больше выдержку мы проявляем тем лучше понятно что у каждого вина есть выпить до после которого она умирает но как минимум год игристые это это вполне хороший срок напиток получился очень вкусный напиток получился очень ароматный напиток получился живучим хорошая газация вот единственное единственный нюанс с пятнатами это газация если мы чуть-чуть промахнемся по остаточному сахару у нас может быть она слишком маленькая либо слишком большая но к сожалению на издержки производства здесь у получилась идеально еще раз и пузырек такой мелкий классный и ароматика классная и хранится он и на осадке до продержали мы вот ну считайте с октября сейчас сентябрь то есть почти 11 месяцев для тех кто вот немножко в теме игристых наверное вас возникнет вопрос добавил ли что-то вот это сама выдержка на осадке знаете если бы вот мы могли сравнить на у нас была бы бутылка которому сняли с осадкой и вот это тогда можно было бы точно ответить на этот вопрос но скажем так вот то чем говорят что выдержка на осадке она привносит тона сливочного масла орехов вот такого вот я этого не чувствую но возможно в данном конкретном экземпляре я не чувствую это почему потому что реформа такой достаточно ароматный сорт и зигире бы ароматный сорт и поэтому за этой ароматикой мы другого ничего не слышим вместе с тем несмотря на то что я вам говорю вот ароматика ароматика она яркая но она не бьющая бывают например тихие мускаты магазины они прям вот ощущение химозности такой слишком яркий слишком приторно стесняется все мягкое вот тот напиток который взял глоток да и хочется сделать еще взял глоток и хочется сделать еще единственное что как финальный штрих как вишенку на торте мне мне бы хотелось еще еще немножечко кислоты сюда добавить так что получился вот такой замечательный дуэт впрочем реформы делали отдельно шампанское по классическому способу тоже получается обалденно зигире бы тоже делали отдельно и зигире бы получается тоже замечательным единственное что тот конкретный винтаж который мы делали там были нюансы там был очень высокий паш там был паш 3 9 с таким вообще вид на дело не работают я работаю немножко был там нюанс с цветом чуть-чуть был легкий тон окисления но сильно это не мешало вкусу и люди которые не совсем это понимают вряд ли бы это почувствовали а что хочется сказать напоследок классно вкусным приятно по хотя в этом сезоне будем делать немножко по-другому зигире бы найдем другую пару почему потому что реформ мы уже сняли это я показывала ролик он немножко уже перевесел там большеватый сахар или и грейстого это уже не совсем можно конечно и с таким работать но мы пойдем другим путем в этом сезоне повторю найдем зигире бы какую-то другую пару конечно же расскажу какую и обязательно покажу надеюсь вам было интересно большое спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии под роликом нажав кнопку еще ссылка на каталог наших сортов винограда ссылка на плейлист по игре с ним вином и наши контакты и до новых встреч